На днях Левада-центр провел социологический опрос среди россиян насчет отравления Навального. Результаты сильно удивили либеральную общественность, так как согласно опросам каждый третий россиянин не верит в отравление Навального и считают, что он сам все это инсценировал. О том, почему россиян не верят в отравление ведущего российского оппозиционера, и считают. Прежде чем перейти к результатам Левада-центра, мне хотелось напомнить об инциденте с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Так 20 августа 2020 года, кстати именно 20 августа, но 1940 года был убит Троцкий, Алексею Навальному, который летел на самолете из Томска в Москву стало плохо, в итоге самолет решили экстренно посадить в город Омск. В Омске Навального в бессознательном состоянии положили в местную больницу, где его ввели в искусственную каму и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два дня Навального самолетом отправили из России в Германию и тут начались все эти шпионские и политические страсти, которые вызвали общественный резонанс не только в России, и так рассмотрим хронологию. В Германии Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите, где он пролежал в коме почти три недели. 2 сентября официальные германские власти со ссылкой на результаты анализов спецлаборатории Бунцвера сообщили о том, что Навальный был отравлен боевым химическим орудием группы «Новичок». 3 сентября в Евросоюз сообщили о том, что на Алексея Навального было совершено покушение, которое имело тот же след, что при покушении Скрипалей в 2018 году, то есть так называемом «Новичком». Весь западный мир, включая и Украины, осудили правительство России и обвинили его в отравлении Навального. 7 сентября Навальный пришел в себя и начал потихоньку реагировать на речь, а уже 14 сентября российского оппозиционера отключили от аппарата «АЛФ». 15 октября страны Евросоюза ввели санкции против российских чиновников и директора ФСБ России Александра Бортникова. Однако российские власти отрицали свою причастность в отравлении Навального, так как омские врачи не нашли никаких отравляющих веществ. 17 декабря Алексей Навальный был допрошен как свидетель в Берлинской прокуратуре. Далее, что ни на есть, пошла информационная война между Россией и Западом по делу так называемого отравления Навального. Так директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским журналистам сообщил о том, что за так называемым отравлением оппозиционера стоят западные спецслужбы, которые хотели сделать из Навального сакральную жертву. В свою очередь Навальный опубликовал запись телефонного звонка, где он утверждает о том, что 14 декабря между ним и сотрудником ФСБ неким Кудрявцевым состоялся телефонов разговор. Лично мне этот телефонный разговор показался странным и наивным, так как Навальный якобы представился заместителем экс-директора ФСБ Николая Патрушева, а некий сотрудник ФСБ Кудрявцев как мальчишка на это повелся. Но не может сотрудник ФСБ разговаривать на такие серьезные темы по обычному телефону. Но Алексей Навальный убеждает всех в том, что в ФСБ работают одни дураки, которые проводят секретные разговоры со своим начальством по обычному телефону, и не могут отличить голос Навального от руководства разведки. На прошлой неделе Навальный продолжил свое расследование и выпустил несколько документальных фильмов, которые он выложил в YouTube, только за сутки этот видеоролик набрал десятки миллионов просмотров. Либеральной общественности казалось, что в России вот-вот поднимется общественная волна, ведь сам Навальный провел скрупулезную работу и подтвердил причастность к своему покушению самого Владимира Путина, YouTube-канал бурлит разоблачениями российского преступления и набирает миллионы просмотров. Все, дни российской власти сочтены. Однако опросы Левада-центра показало совсем противоположное настроение и мнение российского народа. Так социологические опросы показали, что у россиян есть три основные версии произошедшие с оппозиционером Навальным. Один. Наиболее популярной является версия о том, что Навальный сам инсценировал свое отравление, ее придерживается практически каждый третий россиянин. Два, еще 19% опрошенных полагают, что за инцидент был провокацией западных спецслужб. Три, и лишь 15% опрошенных считают, все это попыткой власти устранить политического оппонента. Данные взяты из Левада-центра www.levada.ru